Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Безопасность детского отдыха – главная задача. Межведомственная комиссия поручила усилить работу по предварительному выявлению заболеваний у вновь прибывших детей. Кузница будущих чемпионов. В поселке Виноградный завершен капитальный ремонт зала в спортивной школе «Олимп». Молодые профессионалы. Студентка из «Анапы» стала лучшей в чемпионате WorldSkills в компетенции виноделия. Выездной прием по личным вопросам провел глава «Анапы» в Субсехском сельском округе. На месте принято серьезное решение по проблемам водоотведения, строительства и ремонта участков дорог. Намечены мероприятия по ремонту и расширению социальных объектов округа. Сергей Сергеев уверен, всегда можно найти решение, когда в противовес трудностям есть желание специалистов вникнуть и помочь людям. Ольга Жиганова пришла на прием от лица жителей переулка «Жемчужный» в Субсехе. Просит Сергея Павловича помочь решить проблему избыточных ливневых вод. Построенная ливневка не справляется. История вопроса в начале 2000-х. Причина в интенсивной частной застройке. Ни продавцы земли, ни покупатели не думали о последствиях своих самовольных решений. Кто-то когда-то сковал деньги, выделил там земельные участки. Я вещи наживаю своими именами, понимаете? Фактически обманул людей. Они ажиотаж на эту землю получили. Никто не сделал ни планировки, ни ливневки, ни дорог, ни освещения, ни канализации. Но зато поселили там людей. С детьми, со стариками и так далее, и так далее. Но мы-то эту ношу на себя взяли. Взяли для чего? Для того, чтобы написать, что не предусмотрен. Ответ не предусмотрено, не принят. Поручение главы – выехать на место и найти решение. О проблеме водоотведения, но уже на улице Фрунзе в Субсехе, рассказала Ирина Бадякова. В неблагоприятной зоне три многоквартирных дома. Управляющей компании нет. Жильцам необходимо провести собрание. Мы рады же тремя домами, собранием, определиться с собственниками протоколом, что нужно заказать проект. Проект на самом деле стоит недорого. Мы уже на себе проверили. Это 25 тысяч стоит проект. Инженерное решение правильное. Может быть, вы говорите и правильно. Предлагают разное. Я просто не закончила, что проект-то, конечно, мы сделаем. Все, тогда мы уже будем смотреть. Мы чем-то поможем. Мы, знаете, с этого уже. Да. Андроник Мебосян просит отремонтировать участок дороги на улице Восточной. Сельский глава докладывает, дорога разбита во время укладки газовой трубы. Подрядчики не выполнили обязательства восстановить участок. А давайте после приема выезжайте к нему. Фотоотчет и исковое заявление в суд о понуждении. Я не собираюсь за кем-то тратить бюджетные средства. Понимаете? Это очень серьезно. Построить дорогу к участкам для многодетных на улице маршала Жукова – обращение многодетной мамы Анастасии Козловой. Мы можем начать встретиться, потому что нет дороги. Участок расположен на крутом склоне и просто так туда не подъехать. Сергей Павлович вызывает сотрудников архитектуры. На рабочих схемах обозначены все границы. Необходимо ввести дополнение в генплан. Глава курорта поручил оформлять документы и начинать строить дорогу. Мы можем пока сейчас, на данный момент, уже предоставить помощь георезистов с материалами, со всеми оборудованиями. Какую помощь? Это мы должны сделать. Нет, я имею в виду, чтобы они посмотрели, отбили мы эту дорогу. На выездном приеме вместе с главой работали его заместители и руководители городских служб. С личными вопросами обратились 26 человек. Сохранение здоровья детей в числе приоритетных задач в организации летнего отдыха в Анапе. На данный момент на курорт приехало уже более 14 тысяч ребят со всех уголков России. На заседании межведомственной комиссии, которая состоялась сегодня, Роспотребнадзор обратил внимание на важную проблему. В санаториях слабо организована работа по предварительному выявлению заболевших детей, которые пребывают в здравнице. А ведь это может привести к очень серьезным последствиям. Анапа полностью готова к началу сезона. Тем не менее, перед стартом еще раз сверка всех позиций. Все возможные проблемы необходимо решать на опережение. И здесь нет места для халатности и невнимательности. Тем более, когда это касается здоровья детей. Руководитель Анапского Роспотребнадзора требует поставить эту работу на особый контроль. Через так называемый фильтр не должен пройти ни один заболевший ребенок. Каждый больной, каждый больной, я повторяю, кроме травмы, наверное, мы рассматриваем как больного, подозрительного на инфекционного заболевания. В отношении которого необходимо в срочном порядке организовывать противоэпидемические мероприятия. Главный из которых – изоляция. Вот один из примеров того, как должна быть поставлена работа. В санаторий ВИТО уже приехали две тысячи ребят. Сразу после прибытия они, даже не заходя в корпуса, проходят первичный осмотр. Для этого организован специальный санпропускник. Только убедившись, что дети здоровы, медики отправляют маленьких отдыхающих по своим корпусам. От организации первичного приема во многом зависит вообще эффективность оздоровления детей в период их пребывания в санатории. Основная наша задача – не допустить поступления в санаторий детей больных, которые могут быть заразными для других детей. И чтобы не ухудшить эпидемическую ситуацию в травмнице нашей. Есть очень специфичные, скажем, отклонения. Допустим, у детей севера диагнозы с места их отбора – гипобитаминоз, недостаточность витамина С. Дети севера могут нам и такой диагноз поставить, направляющий медицинские организации. А в основном это заболевания верхних дыхательных путей, заболевания кусно-мышечной системы и желудочно-кишечного тракта. Это наиболее распространенные и часто встречающиеся. Безопасность детского отдыха – главная задача. На заседаниях межведомственной комиссии к этому вопросу вернуться еще не раз. А отслеживать ситуацию договорились в ежедневном режиме. В поселке Виноградный теперь лучшая в Анапе площадка для занятий волейболом. Сегодня после капитального ремонта торжественно открыли спортивный зал детско-юношеской спортивной школы «Олимп». Ее воспитанников и тренеров поздравил глава города-курорта Сергей Сергеев. Главу города-курорта Сергея Сергеева просят расписаться на мяче и сделать первую символическую подачу. Именно он дал старт большому ремонту в этом спортивном зале, практически уничтоженном во время поджога в 2014. В детско-юношеской школе «Олимп» занимаются около 300 детей. Многие ее воспитанники добиваются успехов на соревнованиях самого высокого уровня, поэтому вернуть школе ее спортивный зал стало делом принципа. Уверен, что спортивная школа, которая базируется на базе этого, прекрасно, я уверен, был на стройке здесь несколько раз. У нас спортивного зала воспитало уже несколько мастеров спорта, больше 60-го кандидатов в мастера спорта. У вас нет международников, у вас нет заслуженных. Но вы на пороге, я знаю об этом. И хочу пожелать, поверьте, рука у меня легкая, чтобы все это случилось, и чтобы из этого зала выходили здоровые, крепкие, сильные духом люди, которые сменят нас и будут так же достойно продолжать все дела, которые мы начали. Ремонт продолжался около 9 месяцев. От старого зала остались только стены. Заменили все, что только можно, дав спортивному сооружению в прямом смысле вторую жизнь. Раздевалки, душевые, места для работы персонала. Но самое главное – это пол. Сегодня это лучшее покрытие волейбольной площадки в Анапе. Он покрыт лаком, и это паркет, доска. Волейбол играет лучше всего именно на доске, на покрытии таком. И оно не скользит, как можно убедиться в этом. Диана занимается волейболом 7 лет, со второго класса. Призер первенства Краснодарского края. По ее словам, в гостях было неплохо, но зал был поменьше, места не всегда хватало. Можно сказать, да, мы вернулись домой. Счастье, наверное, это непредаваемые ощущения. Для школы это огромное событие, не только для школы, но и для поселка. Скажу, это огромное событие. Давно ждали этот спортзал, нужда в нем очень колоссальная. Очень много детей в виноградном и все время прибавляется. И молодежь у нас тянется к спорту. У нас есть достижения, у нас есть тренеры, у нас есть все для их подготовки. По словам Василия Баева, в непростой период здесь всеми силами старались поддерживать боевой дух и настрой. В целом, с задачей справились. В частности, сегодня два воспитанника школы готовятся к чемпионату Европы по пляжному волейболу. Ведь эти сотрудники коммунальных служб приступили к замене тротуарной плитки на улице Летняя. Объект работ весьма впечатляет. За неделю коммунальщикам предстоит полностью заменить почти 600 квадратных метров тротуарного покрытия. За ходом работ наблюдала и наша съемочная группа. Улица Летняя в селе Витязева обретает новый облик. Осенью прошлого года здесь из-за аварии на водопроводе пришлось снять асфальт и проложить новые коммуникации. Работы по этому проекту уже завершены. Дорога восстановлена. Жители улицы навели полный порядок перед своими дворовыми территориями. А вот тротуар, который проходит вдоль старого греческого кладбища, подлежит полной замене. Несколько сотен метров – это настоящее испытание для пешеходов. Поэтому было принято решение полностью снять старое покрытие, сделать отсыпку и положить новый тротуар. На сегодняшний день работают две бригады. Бригада Костырина и бригада Полухина. Общее количество людей сегодня 8 человек. В дальнем плане у нас люди придут в демонтаж тротуарной плитки. Параллельно ведется установка поребрика, и сейчас подъезжает песок, и начнется дальше продолжение уклака тротуарной плитки. Объемы работ внушительные. Только одних поребриков предстоит установить более 300 штук. Сюда же уйдет полтонны цемента и 20 кубометров песка. Сотрудники работают без перерывов, ведь улица Летняя – одна из центральных курортного села Витязева. А отсутствие нормальной пешеходной зоны, где можно проехать с коляской – настоящая проблема. Однако сами жители ко временным неудобствам относятся с пониманием. Осенью прошлого года вот отсюда, вот на той стороне, на прорвалу трубу, 700-ка она, кажется, идет. Вот, все здесь было наводнение, все было грязно. Вот в этом году, я вот смотрю сейчас, асфальт взяли, трубу сюда перекинули, другую линию взяли. Это все хорошо. Деревья мы посадили, вообще ни одного деревья здесь не было. Это все мы вот посадили, думаем, хоть что-нибудь красиво сделать. А так, уже чистота, уже видно, что работа идет, работа продвигается. Уже в эти выходные будет дан старт официальному курортному сезону. В Витязево приедут сотни отдыхающих. Но, как заверили коммунальщики, все работы будут завершены уже на следующей неделе. Студентка Анапского сельскохозяйственного техникума стала лучшей на национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Конкуренцию ей составили будущие виноделы со Ставропольей и Москвы. Молодые люди производили те же операции, что и на любом производстве. Определяли кислотность, объем сахара, концентрацию диоксида серы. Ввести компетенцию виноделия предложили именно анапчане. Гидрокисматы. Тоже исправлено. Щелочь – это реактив. Специалист лаборатории отмеряет ее до тех пор, пока раствор не станет нейтральным. По объему добавленной щелочи вычисляется содержание кислоты. Есть методики для определения массовой доли сахара, спирта, других веществ. Диоксид серы останавливает химические реакции, но с ним важно тоже не переборщить. Это рутинные операции, которые проводятся на любом предприятии, и от них зависит качество вина. Такие же задания были на национальном чемпионате рабочих профессий, который прошел в Краснодаре. То, что за моё первое место, естественно, надеялось. Нам же не говорили, как мы себя проявили правильно, мы неправильно делали. Естественно, я переживала, хотела. Уходила с головой в свою работу. То есть, отстранялась от всего и делала то, что от меня требуется. WorldSkills – это всемирное движение молодых профессионалов, которое очень похоже на олимпийское. Студенты соревнуются в мастерстве. Токари, слесари, плотники, каменщики. Есть общая методика проведения соревнований и объективные критерии качества, допуски погрешности. Именно анапчане предложили соревноваться будущим виноделом. Организаторы инициативу поддержали. Теперь на кафедре самое современное оборудование для организации учебного производства. Этим занимаются на старших курсах после 18 лет. Изучать брожение начинают с кваса. В целом, выступление на национальном чемпионате здесь считают успешным. Несмотря на то, что по кирпичной кладке, да, обидно. Обидно не получить призовое место. Но получить пятое среди 15 по России, я считаю, это успех. Шестое место по флористике среди 12 участников – это успех. Причем обойти даже первое место края. Та девушка, которая заняла первое место, мы ее обошли. По мнению Ивана Чернышева, здоровые амбиции – то, чего не хватало в обучении. Ремонт в этой аудитории сделали сами студенты по мотивам задания с краевого этапа чемпионата рабочих профессий. Они учили сами сделать. Незачем мы на участках, мы сделаем полностью весь кабинет. В планах – развивать компетенцию виноделия и предложить соревноваться будущим агрономам. Анапские библиотеки приняли участие во всекубанской акции «Читаем Пушкина». Гости посетили книжно-иллюстрированные выставки, вспомнили строки из произведения Александра Сергеевича, а также ответили на вопросы тематической викторины. На Пушкинском празднике поэзии было интересно как взрослым, так и детям. Некоторые приходили целыми семьями. На площадке перед центральной библиотекой организовали импровизированную сцену. Юные чтецы из разных школ города-курорта процитировали свои любимые стихи. Короче становился день, лесов таинственная сень, специальным шумом обнажалась. Вниманию гостей была представлена книжно-иллюстрированная выставка «Солнце русской поэзии». Одними только поэтическими часами и чтениями мероприятие не ограничилось. Впереди участников ждала зарядка для ума – викторина, посвященная жизни Александра Сергеевича. Мало кто знает, что кроме поэзии Пушкин увлекался рисованием и даже боксом. Когда Александр Сергеевич Пушкин позвал своего друга на дуэль, чем им зарядили пистолеты? Вот так вопрос. Мужчины, отвечайте. Это не единственная площадка, на которой проходила акция. В детско-юношеской библиотеке организовали библиомарафон, а в сельских округах гости приняли активное участие в громких чтениях. Посетить их мог любой желающий. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До завтра. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Анапа-Океан».